отлично отлично но я понял вам нравится итак друзья я включил запись значит у нас пошла традиция мы наши встречи записываем и выкладываем youtube и каждый член нашей команды может посмотреть но в этом есть еще один фокус наши ролики на ю тубе смотрят еще и другие люди или не могут влюбиться в лидию они могут влюбиться в галию могут влюбиться в надежду в татьяну в ларису или в александра и в меня то есть ему бы может понравиться то что мы делаем и может захотеться работать в нашей команде и поскольку это люди могут прийти из вашей структуры из вашего окружения то у вас явно появится человек который пойдет за вами понятно да 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 вот у меня вчера был интересный случай это очень важно вчера у меня есть друзья на в турции вот партнеры замечательные они работают они приглашают других людей и так получается что это люди из россии эти люди из россии выводятся на меня на значит на прямой эфир как я говорил мне нужны ваши рандеву где мы будем общаться до с третьей стороной я поговорил с этими людьми отправил им посылку они уже говорят мы хотим бизнес и как бы примерно там но мысли такие а может быть нам надо как-нибудь ну короче чтобы было между нами расстояние и так далее да и такие мысли будут всегда я хочу чтобы вы знали и понимали что для меня важно соблюдать правила нашей компании и нашего ну в общем сообщества да и я говорю так друзья мои вот представьте что вы все равно в моей команде ну это по секрету я вам всем рассказываю да то есть это не надо никуда передавать то есть люди они всегда начинают искать кого-то кто вы и может быть более ближе более интересен понимаете более понятен потому что когда-то кто-то с кем-то они собираются работать которые там где-то в другом городе а тут еще город через турцию а ты потом через турцию туда ведь начинается мысли что может быть надо короче а я говорю нет вот представьте что сейчас например мои друзья которые вас пригласили они на вас делают ставку что вы будете работать они выполнили свою работу честно они информировали вас и ваша задача зайти и начать работать но правильно же кто со мной согласен в любом случае в моем моей моей структуре в моей команде и вам в любом случае я буду помогать потому что я зарабатываю деньги благодаря и вам в том числе но они говорят все поняла теперь вы смотрите еще один момент теперь представьте что вы повторите то же самое что сделали мои ребята вы приведете человека в эту тему этот человек увидит меня узнает и захочет со мной пообщаться я ему отправлю продукцию и так далее и он потом скажет сергей давай напрямую с тобой работать зачем мне этот человек игры получается что в этом случае и я и того кину и другого кину мне это не надо я и так буду зарабатывать я хочу чтобы мои партнеры развивались поэтому я готов им помогать чтобы они зарабатывали деньги чтобы у них происходило рост структуры поэтому и вот соблюдение как говорит андрей артуриц соблюдение информационной цепочки если например вот я рассказал то они таня рассказала галия 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 рассказала еще кому-то все эта цепочка должна соблюдаться согласны в этом случае и не надо прерывать не надо никого перетягивать и сам это главное здесь же должно быть вот библейский принцип преуспевания если ты что-то делаешь то делай как для бога вот и для бога не будешь плохо чистить картошку не будешь плохо варить суп ты не будешь плохо убираться в доме ты не будешь плохо общаться с людьми ты не будешь плохо хлеб выпекать ты не будешь плохой продукт им поставлять ты не будешь их пирамиды звать ради бога если ради если для бога если у тебя нет бога говорят и выживать людей в пирамиды ставьте как круто поэтому вот все что мы делаем она должна быть осознанным она должна быть очень честно вот это очень важный момент я думаю важно было проговорить этот момент но только никому не передавайте просто хочу чтобы вы понимали что такие моменты могут быть и чтобы вы понимали что мы здесь с вами договорились работать честно работать помогая друг другу работать так чтобы ваш бизнес получал более прочный фундамент согласны давайте проголосуем кто за за отлично все работаем итак друзья я практически сейчас озвучиваю задание которые у нас есть марафоне и я практически замолкаю потому что даю вам слово не хочу чтобы эти планерки длились очень долго но пётр задал очень интересный вопрос надо ему не смогла ответить но тем не менее что-то хотела сказать а молодец что среагировала вот но смысл он спросил а вот надо ли теперь писать ролики на каждый тренинг отвечаю да почему потому что тренинги для нас мы сами написали для чего нам тренинги чтобы нам расти чтобы получать больше знаний чтобы получать больше опоры и чтобы мы рассказали потом о том что мы получили другим людям пётр ну вот ответ если ты зараза такая что-то получил важное ценное и положил в кубышку и зажал да мы тебе будем по попе пинать отдай людям все что отдал твое что сберег потерял ну как тебе еще объяснить поэтому каждый раз когда ты получаешь какой-то инсайт ты записал его ты записал конспект еще раз показываю книгу здесь конспекты скоро уже будет пятый тренинг да когда послезавтра вот вот они конспекты и ты на основании каждого конспекта делаешь небольшое видео которое работает на тебя она во первых дает подтверждение нашим лидером и спикером она дает привлечение интереса у людей у других она тебя продвигает что ты лидер ты знаешь ты видишь ты в теме ты в курсе что за тобой можно идти что ты не болтаешься где-то по каким-то проектам или не ходишь там на работу куда-то и у тебя нет времени а ты целиком работаешь ты увлечен и ты горишь этим проектом кто согласен кто меня сейчас понял я правильно объясню понятно объясню вот это очень важно поэтому одно из заданий вот у нас будет марафон 42 дня 42 дня это 6 недель 6 видео по каждому тренингу ключевому от вас должно выйти в мир и цель этих тренингов и цель ваших роликов какая чтобы вы засияли чтобы вы зазвучали чтобы вот как арфа гитара ну что то такое вы создаете музыку на которую идут люди как этот нильс играет на дудочке за вами идут люди потому что вы опираетесь на твердо и вы вещаете у вас благая весть это понятно вы несете благую весь все поэтому пётр на ответ я думаю ты получил следующий момент значит за вами за всеми остается план прислать план как выглядит ваш план на сентябрь сентябрь заканчивается но слава богу если мы отработаем план на сентябрь тогда вам будет легко переделать его на октябрь октябрь ноябрь и декабрь это будут самые дорогие богатые месяцы года но только при одном условии если вы этого действительно захотите если вы начнете делать рекомендации если вы начнете играть в эту игру кто из вас услышал мои вчерашние призы подводить итоги каждого дня давайте назовем цифры у меня вчера позавчера было 183 потому что там был на благотворительность я отправил сегодня у меня вчера вот 66 вот моя цифра я подвел итог еще готов назвать цифру цифру дня вашего итог всех чисел за вчерашний день давай потому что я не делала извините меня я вообще эти дни не работала но и сейчас я подключу лариса вы вас помните кино про красную шапочку тебя излупят плетками и ты залюбишь меня как миленький помните будем догонять будем догонять в библии написано в библии написано если отец розгами хлещет своих детей он делает для бога добро и для детей своих добро если он их не хлещет то он просто и и неправильно поступает поэтому я иногда буду вот такие ну как бы юморные но жесткие слова говорить потому что для нас это важно то есть я сказал вас лариса не было теперь мы заполняем вот этот график моего успеха каждый день заполняем его так чтобы у нас каждый день были свои цифры но они будут все разные понедельник одна вторник другая но потом подбиваем итог за 7 дней и рисуем график я сегодня его мне показал нарисую завтра вам покажу лист бумаги на котором вот здесь будет ось x ось y здесь 31 день здесь у нас будет баллы которые мы должны набрать и вот вас должен быть график на котором у вас они не 31 день 52 недели вся две недели но вас будет пока 6 недель да потому что у нас марафон дальше вы продолжите сами уже вот и вы наносите цифру которая у вас получилось за неделю следующей неделе опять и чтобы у вас получилась цифра недели вам придется каждый день вечером подводить итоги дня это самое главное что надо делать если вы не подводите итоги дня то вы живете в мире иллюзии и прострации вы не ничего не делайте и вы не учитывайте мы управляем только тем что контролируем прям запишите себе большими красными буквами мы управляем только тем что контролируем контролировать мы можем куда мы тратим время что мы сделали сколько сделали сколько людей мы добавили в чан сколько мы пригласили на презентацию скольким люди скольких людей мы вообще добавили в друзья сколько денег мы заработали в этот день или в эту неделю. В эту неделю. Это будет правильно. В эту неделю. Вот. Ну, на этом пока вроде бы все, но есть еще одно но. Смотрите сейчас на мой экран. Я сейчас покажу кое-что, что жду от вас. Сейчас демонстрация экрана. Поделиться. Так. Кто видит мой экран, дайте знать. Видим, видим. Видите мой экран. Итак. Значит, первое. Я вам отправил информацию. Я вам отправил информацию. Зачем я хожу на тренинги и презентации. Вот так выглядит эта таблица. Значит, в нее не вставили данные Лидия, но она мне прислала, я их сам вставил. Вот они. Значит, нету данных от Любови Кущевой, от Вероники Ивчевой и от Ларисы Белянины. Вот здесь вот надо зайти и в эту таблицу внести данные. Ответить на простой вопрос. Для чего вы ходите на презентации и для чего вы ходите на тренинги? Это важно. Это попросила сделать куратор Маргарита Васильевна. Выполнение заданий не для нее, не для меня, для вас. Чтобы вы взвесили себя с точки зрения баланса. Брать, отдавать. Вот здесь я написал комментарий, что смотрите. Молодец, Лидия, ясные цели, но вопрос баланса брать, отдавать не раскрыт. Или это сознательный выбор только брать? Потому что она написала, я пришла получать энергию, получать знания. А вот она потом написала и всем тем делиться. Ага, делиться. Вот это уже хорошо. Но мы должны понимать, что мы не только берем знания и информацию, мы также можем участвовать в обратной связи. Мы можем давать ролики, записывать по этим тренингам. Это тоже туда же. Мы можем рассказывать другим людям о том, как это прошло. Мы можем писать три комментария. Мы можем писать какие-то, ну, в общем, другие моменты там, в соцсетях размещать и так далее. То есть мы можем продвигать это все. И самое главное, мы еще ходим для того, чтобы создать пул людей. Если мы не пришли, людей меньше. Мы пришли, людей больше. И мы приглашаем других людей во время эфира. То есть мы выполняем миссию продвижения «Почему растет чат 43 тысячи?» Это уже хорошо. Поэтому, кто еще не сделал, здесь, пожалуйста, допишите и посмотрите, насколько вы можете откорректировать, чтобы это было именно на исходящем потоке. Чтобы вы могли давать, делить. Вот смотрите, Галия пишет. «Я пришла, чтобы узнавать новую информацию о результатах других людей, зарядиться энергией команды и зарядить своей энергией других, благодарить и давать обратную связь». Вот это уже и брать, и отдавать. Это понятно? Скажите голосом, чтобы я пока не переключался, чтобы я вас не смотрел. Дальше пишет. На тренинге. «Чтобы узнавать новое об академии, о продуктах, об акциях, находиться, научиться благодарить, приглашать новых людей, давать инсайт и обратную связь, писать комменты, научиться работать с людьми, мотивировать, изменить свое мышление». Вот. Это понятно? Понятно. Хорошо. Теперь смотрите, у нас есть с вами файл, еще зачетная таблица. Зачетная таблица, в ней есть несколько вкладок. Одна из них, это мы должны с вами начать писать вот здесь, вот как Саша Дубчин, молодец, начал писать цифры. У него 50 баллов, он организовал не всех. Молодец. Выключите, пожалуйста, микрофон, у кого включен. Значит, у каждого вот здесь должны появиться цифры. Вот наши все задания марафона, с первого по там какое-то, да, вот они у меня все переписаны, и у каждого есть весовой коэффициент. Понятно? И вот вчерашнее, 22-ое задание, сейчас я к нему пришел, сейчас я к нему пришел, на ходу отмечу, сейчас букву Б, вот, написать список из 10 навыков, которыми я бы хотел обладать, чтобы быть успешным в бизнесе. И этот список, я как бы здесь вот написал, блин, мешает, 10 навыков сейчас, вот он, 10 навыков, я написал для себя, но это Сергей Столбов, вот у вас, у каждого должно быть свое, те навыки, и вы должны их куда-то написать, как это сделать, я пока не знаю, либо вот здесь вот ниже будете писать свои фамилии, и писать свои 10 навыков, наверное, я так и сделаю, просто здесь продолжу, и у вас у каждого будет свое, поле из 10, из 10, значит, строк, да, давайте так и сделаем, вот, понятно, что вам какой нужен навык, чего вам не хватает, потому что на этом будет построено обучение, какой минус от его отсутствия, что поднимайте вашу осознанность, напишите, у меня нет управления временем, время сливаю, Саша вчера сказал, 5 часов, не знаю, куда ушло, что изменится, если обрести навык управления временем, и вот здесь будет коммент капитан, кто понял вот это задание, ребята, поняли, поняли, вот это очень важно, это наше с вами осознание, осознанность, я подумаю сейчас, как его вам выдать, ну, я понял уже, то есть, я сейчас, смотрите, как сделаю, я сделаю, вот, это делается прямо вот так, может, кто-то не знает, как это делается, взять, скопировать, теперь я вот здесь ставлю, вставить, вот, теперь я вот здесь просто убираю свое, убираю свое, вот, и вот здесь вы можете писать свое фио, так, давайте еще одну строчку вставим, ставить строку выше, здесь будет фио, его, все, то есть, вы вот здесь прямо напишите, кто там, отецова, лидия, например, все, и здесь дальше я опять вставляю, вот же вот эту беру, и у вас появляется у каждого возможность вот так сделать, даже я не буду вставлять, потому что это, зачем я буду за вас делать, если вы сами можете это спокойненько сделать, научиться и сделать, правильно, вот, и записали, и таким образом у нас появляется понимание, дальше я возьму и выпишу отсюда самые основные навыки, которые не хватает, и отсчитаюсь перед куратором, это понятно? А таблица такая есть, да? Ну да, это наша с вами рабочая таблица, в которой, одна общая, которую я еще раз показал, вот сейчас, она называется зачетная таблица третьего сезона марафона, там задания на каждый день, все есть, там есть ваш вот этот лист успеха, вот, там есть ваша распечатка для того, чтобы бонус жизни вы могли распечатать, и там сейчас появилась вот эта, значит, вопрос по навыкам, все, на этом у меня пока все, давайте теперь у вас, что вы делаете по заданиям, какие вопросы, какие сложности, Саша, с тебя начнем, ты у меня первый с левого угла, Саша сейчас достанется опять, как всегда. Ну вот я это, согласно сегодняшней планерке, вот, должен сегодня сделать, плавно сентября, тослать, написать письмо в ЕПИК, подвести итоги дня, согласно графика успеха, отметить все, ну и согласно графика успеха, давать больше информации людям, писать письма, звонки делать, об академии, приглашать на презентации, ну и написать 10 навыков, какие я хочу, каким я хочу обучаться. Благодарю, Александр, видите, как насколько четко работает военный человек, да? Четко, ясно, все рассказал, молодец, Александр. У Александра есть один момент, он мне вчера написал, что его забанили в телеграме, предупредили, что тебя мы отключим, если ты будешь подключать много людей, обратите внимание, что Андрей Артурович говорит, зайдите, подключите своих друзей, знакомых, бабушек и ваших родных. Он не говорит, зайдите, подпишите весь мир спамом незнакомых людей холодных. Обратите на это внимание, этого не должно быть. Если вам нравится человек и вы хотите его позвать, вам надо научиться сначала познакомиться, а пообщаться, обменяться какой-то информацией, узнать, чем он живет, чем он интересуется, какие у него были проблемы, только потом что-то предлагать. Это важно. Это важно. Роман, привет. Это очень важно, ребята. Вы должны понимать, что спам вообще не работает. Поэтому, чтобы не было спама, должен быть исходящий поток, как я говорил, добра, заботы, внимания. То есть, вы нашли человека, который подходит под ваше описание вашей целевой аудитории. Вам он нравится. И вы с ним говорите об этом. Если он говорит, отвали, ты просто нажимаешь кнопку, следующий, и работаешь с другим. А их 7 миллиардов. Вам жизни не хватит всех обработать. 100 жизней. Поэтому надо просто, спокойно, уверенно, понять, кто тебе нужен и каждый день его искать. Каждый день искать своих героев. Если вы найдете своего героя слева и одного героя справа, то, поверьте, у меня так было в нашем топливном бизнесе, когда мы с Андреем Артуром чем делали. И вот Таня с Романом оттуда. Ребята, там срабатывал бинар так, что один слева, один справа, но они работают и идут. Баллы дуют. 100, 200, 300, 400, 500 долларов в день. Реально. Такое может быть. Тем более на старте нового проекта. Вот. Спасибо, Александр. Кто еще готов ответить, сейчас к доске пойдет. Что вы делаете сегодня по нашему, по всем заданиям марафону? Кто готов? Ну, давайте я отвечу. давайте, Надежда. Я отстреляюся. Ну, что, у меня еще не готов план. Таблица у меня не готова, это тоже надо делать. Ну, ясное дело ходить на презентации, на зумы. Стараться выполнять надо в силу. Но тоже вот так. Вы правильно говорите, но смотрите, зумы и презентации, они могут занять целый день. Можно ходить на зум к Маргарите Васильевне, на зум ко мне, на зум к Николаю, на зум кому-то еще, на зум к какому-нибудь еще тренингу по вышиванию. Я грубо говорю, но зумы и тренинги, они не дают вам деньги. Они дают вам мышление. Но деньги дают вам конкретные дела. Открыть рот и начать разговаривать. У нас с вами бизнес разговорного жанра. Вам надо научиться стать говорящими. Научиться говорить так, чтобы вас слушали. С вами хотелось общаться. От вас шла энергия добра, любви. Хотели чтобы вы были магнитом. Для этого вы должны улыбаться. Для этого вы должны светиться. Для этого у вас должен быть заряд вот этой энергии, которой вы хотите поделиться. Понятно? То есть вы хотите не деньги человека, а вы хотите ему рассказать, что слушать. Вот у меня знаете что? Вот у меня сегодня переживаю я сосед наверху кашляет со страшной силой. Сильно-сильно кашляет уже полгода. Невероятно сильно. Я спрашиваю супругу, говорю, Зина, говорю, это вы кашляете? Она говорит, нет, это солнце. А я узнал, что старший по дому прошла информация, что у него очень нехорошее заболевание. Очень нехорошее. Но я им написал предложение, сказал, Зина, у меня есть невероятно крутой продукт, который может помочь поднять вам нашу Александру. Ну, ответа нету. Потом я ей звоню, говорю, вы получили информацию? Я получила, нам это неинтересно. Да, да. Ну и что? Я понимаю, что стоит мне туда стучаться? Вот надо мной балкон, вот надо мной. Я слышу этот кашель, мне сердце болит от того, что человеку надо помочь, а они не хотят. Вот супруга поставила стену, я должен это принять, понимаете? Ну, есть другой человек, который кашляет, или есть другой человек, которому нужна эта помощь. Как говорила Аэлита, Аэлита говорила, я буду работать с теми, кто готов это принять, понимаете? Поэтому наша задача, как можно с большим количеством людей пообщаться и спросить, как у тебя дела? Помните, мы с вами на одной из тренировок отрабатывали общение? И мы просто, у нас одна была ключевая фраза, самая мощная, самая важная. Как у тебя дела? Какую сторону гребешь? Как успешно? Как получается? Как у тебя со здоровьем? Как у тебя с деньгами? Сегодня каждый второй скажет, что проблемы со здоровьем. И каждый первый скажет, что проблемы с деньгами. Это надо просто научиться задавать такие вопросы, которые приведут к таким ответам. А ты можешь сказать, слушай, ты знаешь, что есть тема, которая реально может изменить эту ситуацию? Тебя приглашаю в академию. А ты бы хотел изменить ситуацию? Первый вопрос, ты бы хотел изменить? Хотел. Слушай, вот есть тема, которая, у меня есть информация, которая может действительно тебе помочь. Это надо или не? Вот еще как бы спрашиваете, как рыбку вот так вот подергет у щуки изо рта. Тебе это правда надо? Не, ну правда надо? Ну ладно, тогда вот я могу тебе поделиться. Вот так надо научиться общаться с людьми. Давать только то, что хотят проглотить, понимаете? Говорите. Знаете, у нас, вот я в теле живу, у нас столько людей больных, соседка у меня. Я не объясняю, рассказываю, они все боятся, и они если бы без денег им дали, они бы и без денег не взяли, они бы и без денег не взяли. Но мы с вами про это говорили, что мы каждый раз сваливаемся на то, что вы работаете с разрядом людей, дохлые лошади, ну грубо говоря. И вам надо поменять это мышление. Вот скажите сейчас мне вслух, скажите всем, мне не нужны дохлые лошади? Скажите. кто верит, поднимите руку, я не верю. Скажите так, чтобы мы услышали. Нам не нужны дохлые лошади. Вот. Еще раз скажите, Надежда, скажите так, чтобы я поверил вам сейчас, прямо скажите. Ну если человек не хочет, ну зачем его тянуть? Это у вас сейчас, это у вас в голове, вы не хотите даже сказать то, что я вас тренирую, чтобы у вас изменилось отношение. Это в вашей голове они не хотят. Не, они не хотят, это вы думаете, что они не хотят. Понятно? Скажите мне, я не хочу, мне не нужны дохлые лошади. Мне не нужны дохлые лошади. Сделайте это еще раз, но увереннее, чтобы уже вот прямо прозвучало, как вот давайте ей теперь поаплодируем, потому что ей даже это было трудно сделать. Ребята, мы понимать должны с вами, что все барьеры вот тут. Все барьеры тут. Все, спасибо, Надежда, за вашу активную позицию. Осталось 8 минут, кто готов взять слово? Давайте, Лидия. Это непредитная часть жизни женщин. на сегодняшний день я, значит, вчера была знакома опять в маршрутке с человеком, с одним, познакомилась, я его первое раз видела, поделилась. Я ехала с сестрой, а она ее знакомая. Она делится с сестрой моей, значит, что у нее очень болят колени. Я слушаю. Моя сестра говорит, вы знаете, вот моя ведука там. Лидия, подождите секунду, Лидия, извините секунду. Ребята, у кого включен телевизор параллельно с нами? У Лидии или нет? Нет, нет, нет. Я слышу телевизор, который нам мешает слушать. И я слышу. Это у Саши было. Саша, я тебя буду розгомить. Зачем ты включил нам телевизор свой? Ну вот хочу сказать, что я вмешалась, я предложила, вот, и она, вы знаете, не отказалась. Она говорит, неужели такое есть? Я говорю, да, есть. Есть. Я взяла у нее телефончик. Маршрутке очень удобно говорить, много народу там, и все такие, знаете, так слушают и машут там. Ну, всем же не будешь говорить? Все, я взяла ее телефон, сегодня я уже с ней поразговаривала, все. и сказала ей, что мы с ней будем общаться теперь. И я ей вообще пригласила на этот, но она сказала, я не буду слушать, ходить, ничего, но капсулы мне очень будут нужны. Ну, я довольна этим пока. Сейчас она здоровье поправит, и она потом захочет денег еще. Так же, как и я. Это точно. Вот смотрите, две женщины сидят, очень похожи друг на друга. Это как у Амархаяма, в одно окно смотрели двое. Один увидел снег и грязь, другой листвы холодной, там красивая вязь, весной небо голубое, зеленая вязь. Поэтому все находится вот здесь. А все находится, знаете, в чем? Есть такое слово, напишите, Надежда, огромными буквами, намерение. Слово намерение. Я намерена. Вот прямо напишите для меня список из десяти пунктов. Какое ваше намерение? Что вы хотите сделать такого ценного для людей? Вот. И мы поработаем над этим. Напишите мне, какие у вас намерения? Спасибо, Лидия, говорите. Еще случай у меня вчера еще был. Ходила до сватов. Вечером они нас пригласили. Ну, первый раз я ее видела, эту женщину, сваку. Ну, хочу, это племянница моей, значит, получается, свекров. Ну, я вижу, что она не в порядке. Такой живот бедный, бедная она, конечно, это здоровье. Живот, это проблема. Стала с ней разговаривать. Ну, она так, был вечер, было интересно, были люди, у нее там был день рождения у племянницы, поэтому мы попали туда. Хочу сказать главное, что я с ней вела беседу, и я вижу, как она сопротивляется вот так. Я просто ее оставила. Думаю, не буду. Не надо она нам. Совсем не надо. У нас вокруг столько ходит людей, которые очень хотят. Просто их надо встретить. У меня пришла идея, у меня пришла идея, как только человек начинает вот так себя вести, и ты прямо видишь это, да, и ты ему говоришь, слушай, я прямо вижу, как ты не хочешь, чтобы я тебе что-то рассказывал, да? Да, да, да. Она говорит, не надо, не надо, я этому не верю, я на всяких диетах сидела. Я тоже сидела. Теперь смотрите, теперь игра такая, запишите такую фразу, а я тебе и не буду рассказывать, так тебе и надо, так тебе и надо. Вот. Ну, я так и говорю им, я так и говорю, ну, не хочешь и как хочешь. А я тебе не расскажу, так тебе и надо. Помните, в детстве мы говорили? Вот так тебе и надо, это прямо вообще звучит. То есть, вы даже вот так вот, как бы вызовете некий шок у человека. Как это так? Все же думают, мы хотим... Ну, она такая, вчера осталась, а такая, знаете, она не поняла юмора, просто она сказала моей сестре, говорит, я что-то не поняла, она даже мне не навязывает. А она говорит, а она ничего не собиралась продавать. Эффект стула, эффект стула, кто помнит? Помните эффект стула? Вот стул. Вот стул. Если мы его на себя тащим, то он от нас отскакивает, видите? А если мы его от себя оттолкнем, он назад возвращается. Вот я его оттолкну, а он возвращается, понятно? Вот то же самое, то же самое надо делать с людьми. Надо уметь вот немножечко вот быть на дистанции. Хорошо, благодарю, Лидия. Ребята, Лидии аплодисменты, Надежде аплодисменте, Александрову аплодисменты. Так, давайте, Галия, какие задачи сегодня планируете завершить по нашему плану? Ну, что сделано вчера, может быть? Ну, у меня каждое утро теперь начинается с приглашения людей. Как я уже говорила, пытаюсь, да, по 10 человек как минимум, но у меня вот утром пока есть время, пока детей нет, они в школе, я работаю. То есть сегодня, да, уже 10 человек написала я. Я работаю пока по фейсбуку, по группам и ориентируюсь пока на здоровье, не на бизнес, потому что легче идут сейчас, пока люди ко мне на здоровье. интересуются больше, по крайней мере. А воронка какая, куда вы их ведете? Call to action, какое действие вы в конце рекомендуете сделать? Зайти в академию, прийти на консультацию, купить продукт, что, к чему ведете, какое действие они должны сделать после общения с вами? Да, зайти в академию и как бы посмотреть, потому что многие просят результаты, посмотреть о продуктах, то есть приглашаю в академию и говорю, что там есть результаты по здоровью, там можете посмотреть продукты и так далее. Важный момент, вот человек может по-разному быть настроен, есть люди торопыги, которые им некогда, он не зайдет, а есть люди, которые хотят здесь и сейчас, но которые как бы зайдут потом, но те, которые торопыги, у нас есть архив, в архиве есть классные встречи, можете давать людям ссылку на архив в ютубе, правильно? У нас есть чат, вы знаете, у нас два канала в этом ютубе, один Андрея по тренингам и один успех вместе по презентациям. Если вы, например, научитесь брать нужную презентацию, находить нужное место, потом нажать правой кнопкой и взять, скопировать ссылку с привязкой ко времени, то вы отправите человеку эту встречу, он зайдет и начнет смотреть с той минуты, с той секунды, на которую вы его отправили, и там у него возникнет такой эффект вау, может быть, понятно? То есть, это делается все одним нажатием кнопки, то есть, мы можем часть людей заводить через академию, через живой прямой эфир, это лучше, это эффективней, потому что он зарегистрировался, он уже в системе виден и так далее, да, у нас осталось меньше минуты, но мы также можем давать торопыгам какую-то встречу, которая вас впечатлила, с той минуты, которая вам нужна, понятно? спасибо, или я, кто, Таня, хотела что-то сказать? Всем добрый день, да, мы все работаем по планам, пишем цели, навыки, я вчера много-много роликов записала, все загрузила, отредактировала, прошу посмотреть, что исправить, что убрать, пишу экспромтами, пока с ребенком Катя у меня, вот, так что, как только будет время, возможно, сделаю более детальные, профессиональные ролики, пока вот как у меня получается, так и делаю. Таня, важно, чтобы каждый ваш ролик был, имел какое-то название, или какое-то описание, о чем он, чтобы я, что вы хотите донести, когда я... Да, да, да.